И слово предоставляется Марии Афанасьевой. Мария, пожалуйста. Черный-белый мир Стасиса Краскаускаса. Сейчас, Мария. Да. Все? Меня видно? Да. Меня слышно? Да. Отлично. Так. Все. Вот. Ну, вступление уже за меня сказали, хотя я надеялась как-то вступительное слово. Ну, что сказать. Все-таки, хоть мы с вами и мастера словесного искусства, я думаю, что изобразительное искусство не менее важно. И сегодня я расскажу о литовском графике Стасиса Краскаускаса. Стасис родился 1 июня 1929 года. В 48-м и 52-м годах учился в Вильнюсском государственном институте физкультуры и спорта. Несколько раз становился чемпионом Литовской ССР по плаванию. Но в 52-м году он резко поменяет свою сферу деятельности, поступив в художественный институт Литовской ССР, который окончил с отличием. Там же он преподавал в начале 60-х. И здесь вот очень важный факт, факт того, что изначально Стасис был спортсменом. И вот это вот очень важная такая деталь, которую следует запомнить, которая отразится потом в его изобразительном творчестве. Он начинает с иллюстрации и работал в Стасис в технике гравюры. Литовская графика возвращалась к народному творчеству, интерпретируя его. И в 50-е и 60-е годы очень многие художники, помимо Красаускаса, обращались к технике гравирования. У него есть гравюры как на дереве, это как раз такой народный вид искусства, так и на линолеуме, то есть линогравюры, и прочие виды гравюр. В конце 50-х, начале 60-х годов он только вырабатывал свой собственный стиль. И в это время он иллюстрировал книгу повестей Вайшгантерса «Дядя и тетки» и книгу Мартин Кявичуса «Кровь и пепель». И здесь стоит сказать о том, что мы не можем пока говорить о каком-то стиле художника, потому что, как я уже сказала, он еще вырабатывается. И поэтому нету какой-то честной связи с литературой. А связи с литературой я как раз-таки и буду говорить в дальнейшем, потому что мне это показалось очень важным. Потому что есть у него некие темы, некие образы, которые связаны не только с литовской литературой, но и с русской литературой, что довольно интересно. Сейчас я свечусь как ангел. Вот, значит, он очень много в свое время иллюстрировал сборники литовского поэта «Нежелайтис». «Нежелайтис», прошу прощения, это неправильно поставленное ударение. Это, значит, у нас все идут 60-е годы. Он иллюстрировал в сборнике «Человек», «Эра» и «Авиаэтюб». И здесь стоит сказать о том, что «Нежелайтис» – это как раз тот поэт, который, как мне кажется, очень сильно повлиял на самого художника, потому что в дальнейшем мы будем замечать, что у этого, в его гравюрах отражаются как раз те же темы, приобретая при этом свое новое собственное выражение, что и в поэзии «Нежелайтис». В принципе, для себя статист выбрал два направления в искусстве, два направления в своем творчестве. Это именно иллюстрации к поэзии и создание собственных, скажем, сборников гравюр, о которых я скажу чуть позже. Как он сам говорит, поэзия меня привлекает потому, что дает большой простор для собственной фантазии, для самостоятельной работы мысли. Также это заключается еще и в особенности самого графического искусства, на путь которого он стал спасеть. Дело в том, что для графики, особенно для литовской графики, в принципе, свойственна метафористичность, лаконичность высказывания и при этом парадоксальное сочетание статики и динамики одновременно. Вот, и это, кстати, тоже будет очень важно, но я расскажу об этом чуть попозже. Вот эта вот лаконичная метафористичность является основной чертой его творчества. Она очень подходила для того, чтобы иллюстрировать именно стихотворение подобно тому, как один образ в стихе может раскрывать перед читателем целую бездну мыслей и чувств, так один резкий или округлый штрих в гравюре мог заставить зрителя спрепенуться. И, как я уже говорила, у него тема очень сильно перекликается с поэзиями «Межелайтеца». Одними из самых важных для художника тем были темы преодоления человека в своих собственных границ, тема перерождения через страдания и тема влияния человека и природы. И на следующем слайде мы поговорим с вами об одном из самых важных, как мне кажется, сборников у «Межелайтеца», которые повлияли на Астасица. Это сборник «Человек». Дело в том, что одним из самых важных тем в поэзии «Межелайтеца» был человек как хозяин этого мира, как тот, кто стремится к прогрессу и при этом является связующим звеном между Землей и космосом. И при этом человек, несмотря на то, что он как будто бы является хозяином этого мира, он на самом деле непосредственно слил с этим миром. Вот если позволите, я вернусь назад на следующий слайд. Посмотрите, например, на первую гравюру как раз-таки к сборнику «Человек». Посмотрите здесь, как раз-таки гравюра называется «Сети». Здесь человек, он не просто, скажем, нечто отдельное от этого мира, нечто от него отождествленное. Вот, он... Арчи, прошу прощения. Он встит в этот мир что-то хорошее, что-то светлое. Возвращаемся обратно на слайд. И, как я уже говорила, у Софисы, у него есть вот эта вот лаконичность высказывания в гравюре, как если бы мы говорили с вами о словесном искусстве, то тут как вот лаконичность высказывания, лаконичность изображения, минимальные средства, которые как раз-таки и передают вот эту вот емкость, вот эту глубину, вот эту глубину. В частности, сочетание всего лишь двух цветов черного и белого. Всякие образы, линии, перетекающие одна в другую. Вот, или же просто, скажем, настроение гравюр. Чуть попозже, когда мы будем говорить именно о сферах его работ, я расскажу об этом поподробнее. Вот, вернемся к человеку. Как сказал сам, не желайтесь, мне ничего не пришлось изобретать и придумывать о своей книге. Случилось так, что сама жизнь сконцентрировала все внимание на объекте наиболее достойного внимания поэта, человеке. И вот, например, как в его поэзии изображен человек как и хозяин этого мира, и единый с этим миром. Вот, например, отрывок из стихотворения сердца, переведенный на русских. Что такое сердце? Камень твердый, яблоко с багрово-красной кожей. Может быть, меж ребер и аорты бьется шар, на шар земной похожий. Так или иначе, все земное умещается в его пределы, потому что нет у меня покоя. До всего есть тело. И другой отрывок. Шар земной упирает ногами, солнце шар я держу на руках. Я как мост между землей и солнцем. И по мне солнце сходит на землю, а земля поднимается к солнцу. И вот считается, что работа стасита, представленная на слайде, это как раз иллюстрация непосредственно к этому стихотворению. То есть, посмотрите, человек, он един с планетой, он обнимает эту планету. И в то же время он устремляется в космос просто вот как одна такая стремительная линия, как какой-то взлет, как, не знаю, полет ракеты или самолета. Но если вы поэзиями желаетесь, в частности, вот в этом сборнике звучит гимн человеку, если, например, в одном из самых показательных стихотворений в этом сборнике человек изображен непосредственно как хозяин земли, то есть это очень длинное стихотворение, я решила не включать его в презентацию. Но там суть в том, что все живое и неживое, что есть на планете, обращается к человеку и говорит ему, человек, мы готовы тебе служить. Дерево говорит, я готова приносить тебе свои плоды. Река говорит, я готова тебя напоить. Животные говорят, мы готовы нести тебя с собой куда угодно и куда и когда хочешь. Но человек, смущенный своим величием, он в какой-то момент сам себе придумывает некого идола, которому он начинает поклоняться и тем самым впадает в рабство. И затем нам межелатель показывает освобождение из этого рабства. То есть если у него это как гимн человеку звучит, то у стащица все гораздо посложнее. И у него человек, он не просто могущественное какое-то существо, он еще и существо, которое раздираемо внутренними противоречиями. Вот, например, посмотрите, как я уже сказала, Сочица, кроме того, что создавал иллюстрации к поэтическим сборникам и продавительским произведениям, он создавал собственные серии гравюр. Как он сам сказал, создавать графические рассказы, графические поэмы «Давняя моя мечта». У него их очень много, я не смогла представить самые, скажем так, я не смогла предоставить очень больше, чем уместилась в презентацию. Но, например, как я уже говорила, он очень порой передает настроение, абсолютно различные между собой. И, как я уже сказала, он так мастерски использует вот это вот противостояние белого и черного, что порой возникает ощущение того, что из черного, из темноты вдруг появляется свет. Такие, например, серии его гравюр под названием «Лето». Если захотите, посмотрите потом сами. Вот там это такое движение передается, стремление к счастью. Это свечение просто вот изнутри, то есть темные, черные человеческие тела. И при этом они как будто бы обрамлены мягким таким свечением. Это очень красиво. И я уже упомянула важное слово «движение». Помните, что он у нас в свое время занимался скультурой? Ну, так вот, в своих гравюрах, в большинстве своем, он пытался именно поймать это движение и передать его. Собственно, он создал серию движений. Если вы помните первый слайд, самый первый слайд моей презентации, то, собственно, там предоставлена как раз работа из этой серии. И если говорить о настроениях и о технике, техника очень важна в изобразительном искусстве. Это, конечно, понятно. Но посмотрите, насколько разнохарактерны предоставленные гравюры. Но при этом увидите вот один момент, который очень важен. Вот один такой лейтмотивный символ, лейтмотивную метафору. Человек, он не просто хозяин этого мира, он не просто тот, кто является мостом, как сказал Межлайдис, между Солнцем и Землей. Он еще и тот, кого разбирают внутренние противоречия. Он тот, кто не знает, куда ему идти. Вот, например, вот третья гравюра, предоставленная на слайде, это гравюра из серии «Куда идешь человек». Большая часть гравюр, она именно такая. То есть мы видим, как человек, он вроде бы желает воспарить, он желает вырваться из своей вот этой вот телесной оболочки, но не может и чувствует себя как будто бы побежден. Вот я как-то встречала высказывания про Стасиса о том, что в его работах очень важна линия, и, честно говоря, я не совсем с этим соглашусь. То есть линия в его работах, она важна только в определенных сериях его работ, как, например, в серии «Рождение женщины», которая вот в этой середине. Это очень лирическая, это очень тонкая и очень нежная работа, которая передает, тоже вроде бы передает вот эти вот внутренние мучения человеческие, но в то же время она изображает женщину как ту, что дает жизнь, как ту, что является единым с природой именно за счет гладкости этих линий и чистоты этих линий. Как я уже сказала, Стасис, он имел связь не только с литовской литературой, но и с русской литературой. На слайде предоставлено высказание поэта Розерта Рождественского художника. Досказывая, он время от времени хватал карандаш и принимался рисовать. Рисовать рисовал на чем угодно, на клочках бумаги, на салфетках, на журнальных обложках. «Приблизительно, я хочу, чтобы это выглядело так», – говорил он при этом. А я смотрел на быстрый рисунок и почти не видел линии, но зато ясно видел и понимал мысль, точную, яркую, захватывающую. Она необъяснимой страны рождалась на моих глазах, вдруг становилась зримой, объемной, потом укрупнялась, выполняла комнату, улицу, город. Она уже принадлежала земле, и от этого становилась еще больше. Стасиса и Роберта связывала очень крепкая дружба. У Роберта Рождественского есть стихотворение, посвященное Стасису, который умирал в 70-х годах, умирал от рака. И что самое важное, они сотрудничали между собой, они сотрудничали между собой, и Стасис иллюстрировал, сначала в 60-х годах он проиллюстрировал поэму Рождественского «Реквием», а затем они сделали нечто вроде своего совместного проекта под названием «Вечно живые». «Вечно живые» – это серия гравюр, посвященных Великой Отечественной войне, как можно было догадаться. Там была такая история, что вообще «Вечно живые» как цикл был, по сути, с заказом у Стасиса журналом «Юность». Но когда он уже сделал все эти работы, когда он уже создал эту серию, журнал отказался их публиковать, потому что они слишком мрачные, действительно. Гравюр, посвященный Великой Отечественной войне, слишком мрачные. Это странно. Ну ладно. Стасис Красоузков – истинный певец мира. Он еще раз военил с данным рестом своей легкой белой линией, которая напоминает лирический голос поэта, пропел земле крылатую песню мира. Так вы сказали, что не желаете, Стасис. И опять-таки упоминается эта линия. Я не понимаю, почему так много внимания уделяется именно линии, потому что вот именно баланс, вот именно противостояние черного и белого – это, как мне кажется, все-таки основной прием Стасисов. «Вечно живые» – это цикл, который состоит из 36, если мне не изменяет память, гравюр. Разумеется, я не смогла вообще предоставить на слайде. И условно они все делятся еще на несколько подциклов. Подцикл «Грезы» – это, например, третья гравюра справа, крайняя. Подцикл «Борьба» – это посередине. И подцикл «Память» – это самая первая гравюра, где женщина с маленьким ребенком. Как видите, некий такой вид мотивный образ. Это «Семья солдат». Бушует жизнь, на котором что-то происходит, и все живет, и все куда-то мчится, все как-то горит, и все куда-то бежит. И все это без него. И здесь тоже одна из таких основных тем. Мало того, что Великая Честная война, она в принципе была для сосиски темой очень важной, собственно, как и для рода Сорождественского. Так еще и вот эта вот идея о произрастании новой жизни из смерти. Эта тема была тоже очень важная, в частности, еще и в серии гравюр, иллюстрирующих «Песни песни Соломона». К сожалению, я тоже не смогла предоставить на презентации. При желании я могу потом все написать в чате или еще куда, чтобы вы могли потом самостоятельно при желании посмотреть. Вот, и последний слайд, пожалуй, на последнем слайде самая известная его работа, самая распространенная, это эмблема журнала «Юность», которая так и называется, «Юность». И здесь отражена черта влияния человека с природой, впрочем, как и во многих его гравюрах, конечно же. Но посмотрите, то есть, вот волосы у нас перетекают с ветви, с лесами. Вот у нас зубы тоже, это как маленькие два листочка. И такая полулукавая, почти как такая таинственная улыбка, как я забыла название работы. Вот, и это очень, вот эта вот эмблема, она очень долго была значимой эмблемой для журнала «Юность», она очень долго была на обложке, и я как-то залезла на сайт журнала «Юность», и там, по-моему, относительно недавно эту гравюрку вернули на обложку в качестве маленькой блемки в углу листа. И, собственно, я хотела бы на этом закончить. Если есть вопросы, задавайте. Ссылку на гравюры я могу прислать на живой журнал, или как-то так называется, там кто-то, вот один молодец человек собрал все эти гравюры в одном месте, написал эту хронологию, поэтому я это сейчас найду и пришлю, если вы хотите. Спасибо, Мария, очень интересно. А гравюра так и называется «Юность». Да, так и называется. Она, собственно, и была нарисована для... Да-да-да, ну вот и гравюра – это сама «Юность». Спасибо. Коллеги, какие-то вопросы, комментарии? Ну, благодарность большая, Мария, за интересный доклад и напоминание об этом художнике, потому что, да, конечно, это «Юность», и все ее мы помним прекрасно, а вы вот сейчас рассказали нам о самом художнике. И мне кажется, что если вдруг вы так увлечены его творчеством, то можно было бы, наверное, найти и какие-то параллели, иллюстрации, может быть, в русской литературе, раз он был дружен с Рождественским, да, вот усилить этот момент. Ну, по крайней мере, мне было это интересно было бы посмотреть. Вот, ну, спасибо большое за это. Это интересно. Вам спасибо, что послушали. Галина Юрьевна. Галина Юрьевна сидит в нём в восторге, просто я тоже в жанре разве что благодарности невероятной могу выступить, потому что, о да, вот то, что коллеги тут согласились, и я подхвачу вот это прекрасная женщина, такая вот прямо Мона Лиза, даже лучшая, да, «Юность», она как-то, она известна, да, и вроде бы она у нас в сознании, да, она так, ну, что называется, была на виду, а вот другая грань, какая-то очень интересная, совершенно другая, потаённая такая, совершенно другая тональность, другая сторона жизни этого художника прекрасного была, вот мне, например, неведомо в таком масштабе, и с удовольствием просто я для себя открывала новое, так что, Мария, спасибо вам, присоединяюсь категорически вот и к словам, и к тому, что написано в чате. Спасибо. Спасибо, Галина Юрьевна. Мария, тоже небольшой комментарий, я вас, во-первых, рада видеть, мы с вами как-то не встречаемся в эфире, в обычных рутинных наших занятиях, а здесь я счастлива просто, что я вас вижу. Краускас, Краускас, Да, Красаускас, простите, у меня просто мысль несётся, каким вы именно галопом, и интернет-ветер сносит все у нас, видите, сегодня ударение, любопытен, многогранен, и посмотрите, да, и библейские есть, и евангельские аллюзии, куда идёшь, человек, да, здесь вот это камагридеш, и вот оно есть там, Господи, здесь идёт человек, тоже человек, такое ёмкое образное название, и расширение смыслов, глубина этих смыслов, и я хочу вам предложить, Лидия Николаевна предложила вариант такого движения, а я вам хочу предложить, ведь есть этот подход, да, Буслаевский подход, рассматривать литературу на фоне словесных искусств, да, это один вариант, на фоне, в параллели, через несловесное искусство, мне кажется, здесь вот любопытно можно найти как раз и сопоставление, и развитие образностей, и тематическое движение, или вариант, ещё, вы знаете, мне в голову пришёл, именно взять иллюстрацию, рассматривать, сейчас есть такое направление в литературе ведения, рассматривать книгу как единое синтетическое целое, в котором текст и иллюстрации рассматривать вот в таком единстве, этом, в эстетическом, в смысловом, в образном единстве, вот мне кажется, тоже возможно и такое движение, если вы в этой теме находитесь, то вперёд. Да, я нахожусь, и я недавно как раз узнала много всякой интересной информации именно о синтезе текста и изображения, поэтому при возможности, при возможности. Не уходите в какие-нибудь, знаете, вот современные штучки типа графический роман. Давайте останемся в таком подходе более академическом, ладно? Да нет, нет, я шучу. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Безусловно, состоялось. Спасибо вам. И следующее.